Радио Болтком Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас сегодня из Оренбурга И каждый раз, когда я слушаю заставку К нашей передаче, к моей любимой передаче Иногда уже даже воспринимается Как какая-то издевка Ходите на концерты классической музыки Очень жаль, что такая ситуация в Латвии По всему миру продолжается Что никак не можем вернуться мы в тот мир Когда каждый день звучало много концертов И вы знаете, у меня было такое настоящее Музыкальное пиршество Когда я на два дня сейчас ездила в Москву И в один день попала сразу на три концерта Квартирник Ольги Ивановой, композитор и пианиста Она пригласила своих друзей и слушателей Отпраздновать ее день рождения Там играла и Шопена, и свои сочинения После этого я полетела В буквальном смысле полетела То есть, конечно, не на самолете Помчалась на концерт Алексея Володина Который играл невероятный первый фортепианный концерт Мэттнера с оркестром Светланова А после этого, ослушав только первое деление И, к сожалению, пропустив, как говорят, фантастическую Невероятную вторую симфонию Сергея Рахманова Я все же побежала слушать своего учителя Алексея Шевченко Который играл с Марией Успенской Это его супруга И они играли клавирные сонаты Моцарта В четыре руки Все произведения, которые написал оригинальный Моцарт Для такого состава И они играли на клавесине и хаммер-клавире Это было такое пиршество Это было действительно, понимаете Как будто я за все это время Которое не ходило на концерты Как будто мне разом такой баснословный Грандиозный подарок И очень жаль, что сейчас в Риге До сих пор невозможно слушать Но, кстати, наш сегодняшний гость Это пианист Евгений Синайский Сын известного дирижера Василия Синайского И вот Евгений Синайский Как раз порадовал вас, Рижан Своим концертом перед локдауном Это, наверное, был один из последних концертов В Большой Гинде Где он сейчас расскажет все, с кем выступал Потому что я могу напутать имя И мне так радостно, что вот эта ниточка Все-таки протягивается Ниточка с Ригой И все-таки еще не так давно Там звучала классическая музыка Евгений, здравствуйте! Доброе утро, добрый день Во-первых, Елена, хочу вас поблагодарить За приглашение Мне очень важно и интересно Поделиться какими-то своими впечатлениями От выступления в Риге Потому что в Риге было проведено Мое детство и, так сказать, ранняя юность Я жил в Риге с 2 до 14 лет Так что этот концерт для меня был каким-то особым событием Действительно, конечно, когда общаешься со многими жителями бывшего Советского Союза То почти у всех детство Ну, не почти у всех, но у многих детство проводилось в Риге Но дело в том, что Евгений там как раз и жил И мы собирались встретиться в Риге То есть я предполагала, что я вернусь И мы подпольно, несмотря на то, что у меня будет карантин Встретимся, несмотря на то, что нельзя сходить в кафе И я подумала как раз в предыдущий еще карантин Что, наверное, вот эта пандемия Она вносит немножечко другие коррективы И что в этом хорошего? В том, что начинаем опять встречаться по домам Встречаться с друзьями И начинаем готовить дома для своих друзей Потому что, конечно, легче пойти в кафе Заказать для всех, расплатиться и уйти А это ты восстанавливаем старинную добрую традицию принятия гостей И мне очень жаль, что мне не удалось вас принять у себя в гостях И пообщаться лично И поэтому я решила компенсировать это И вот таким общением на нашей передаче Евгений, вот у меня сразу такой вопрос Насколько трудно быть ребенком известных родителей Музыкантов И вот идти по этому пути, выбранному, тоже музыкантскому И все равно есть и вот этот вот ореол отца И как вот проходило детство? Слишком много сразу вопросов Ну, может быть, с чего-то вы начнете Конечно Вы знаете, детство на самом деле проходило Как у многих детей других музыкантов У моих родителей Много коллег, они учились в Петербурге, в Ленинграде И как бы они общались со своими одноклассниками Поэтому мы все дети примерно родились в одно и то же время у всех Между 25 и 30 годами наших родителей И поэтому как бы я наблюдал и общался со многими сверстниками Вы знаете, я могу сказать так Что мне кажется, что мои родители заняли довольно умную позицию По отношению ко мне, то сначала, во-первых, они достаточно Ну, серьезно подошли к моему обучению Они нашли мне очень хорошего педагога в Риге Я проучился до 8 класса школы десятилетки, школы Дарзиня Дарзиня, да Да, школы У нас как бы было изначально поставлено, что отец принципиально не помогает мне В каких-то моих делах Естественно, было много промахов Много было совершено глупостей во время обучения И я должен был с этим, в принципе, разбираться сам Единственное, что, поскольку я с моим очень близким другом С которым мы играли концерт с Вадимом Глузовым Были достаточно большими хулиганами То отцу приходилось регулярно появляться в кабинете директора Раз примерно так 3-4 месяца Вот, и вот за это, конечно, влетало Что потом, я считаю, мои родители сделали очень умно И я им за это очень благодарен В 14 лет они меня, так сказать, послали учиться в Петербург Поскольку они сами, как я вам говорил, из Ленинграда Я поступил в класс легендарной Марины Вениаминной Вольф У которой я закончил 10-летку уже Ленинградскую И потом Петербургскую консерваторию И, грубо говоря, с 14 лет Хотя, как бы, в Питере все знали Из какой я, так сказать, семьи Знали моего отца Мне приходилось совершенно самостоятельно заниматься Какими-то вещами Что, с одной стороны, за мной За мной всегда было имя моего отца Имя семьи У меня, в принципе, еще покойный дедушка был Очень знаменитый концертмейстер и камерный музыкант Концертмейстер в Мариинском театре Концертмейстер-пианист И преподаватель класса аккомпанемента В консерватории много-много лет назад Но я, как бы, со всеми делами Все расхлебывал сам И я считаю, что это было очень полезно Вы знаете, так что удалось найти какой-то баланс Вот если подвести итог вашего вопроса Ну, кстати, получается, что вы пошли даже По следам не отца, а по следам деда То есть выбрали, во-первых, камерную музыку И пианизм именно в этой сфере Когда вы определились? Потому что это действительно серьезный шаг Принять, что ты камерный исполнитель И это всегда не так просто Я поясню нашим слушателям, что пианисты, конечно, бывают Это сольные исполнители, которые играют И концерты для фортепиано с оркестром Сольные программы А вот камерное исполнительство делится Как аккомпанемент с певцами Чаще это и вот такая камерная музыка Крайне серьезная, крайне сложная Это дуэты, трио, квартеты, квинтеты Создавали ли вы свои ансамбли? Или всегда встраивались в какие-то коллективы? Я попробую сразу ответить на два ваших вопроса Вы знаете, в чем-то То, что я пошел по камерной и концертмейстерской стезе Решило его величество случай И какие-то к этому предпосылки Случай был в том, что Когда я еще учился в 10 классе 10-летки То есть мне было 17 лет Пару моих хороших друзей-скрипачей Срочно попросили меня выручить их Выступив завтра с утра На концерте в довольно серьезном зале В капелле, вы Петербург знаете Это, в принципе, серьезный зал И мне достаточно Я был сам удивлен Насколько, в принципе, легко Мне удалось выучить Несколько небольших произведений Типа мелодии Чайковского Вальса с Керца И выйти на следующий день Их саккомпанировать И насколько мне было удобно чувствовать партнера И я также заметил, что Играя камерную музыку Я намного меньше волновался Элемент памяти Элемент того Можете ли вы играть наизусть или нет Это всегда для очень многих людей Очень большой вопрос Я не стесняюсь этого говорить И для меня всегда это было Камнем преткновения Я просто элементарно боялся забыть текст И когда я вдруг понял Что есть огромный пласт музыки Которую ты можешь совершенно спокойно Исполнять по нотам И при этом ты от этого получаешь И больше удовольствия И твой КПД Как музыкант и как профессионал Намного выше Это была еще одна капля Которая заставила меня подумать И третий фактор Это я вот сейчас Проработав в этой области Страшно сказать Больше 20 лет Я могу сказать то, что Я не одиночка по натуре Я знаю очень много своих Хороших друзей-пианистов Которые хотят быть В своем собственном мире И не хотят Какие-то свои мысли Свои эмоции донести Будучи один на один Со слушателем Мне это было в принципе Никогда не интересно Я понимал, что Я всегда Я член команды Неважно, это дуэт Это трио Это фортепианный квинтет Или даже какой-то Экзотический состав Мне приходилось играть Допустим Переложение симфонии Брукнера Для десятерых человек Но вот это совместное творчество Это совместная энергетика А также совместное Человеческое общение Для меня это очень важный фактор То есть эти три фактора Для меня сложились И уже где-то на втором курсе Консерватории На третьем Я принял для себя решение Что я иду в ту область По поводу формирования ансамблей Вы знаете У меня это всегда идет Все параллельно У меня было Замечательное трио С которым мы Играли Много везде Записывались Это было в период Моего обучения В Голландии Потом просто По Причинам Расстояния По причинам Личного характера Мы спокойно Завершили нашу деятельность У меня был Очень хороший дуэт С японкой Кикой Танако С которым мы выиграли Конкурс АРД В девяносто восьмом году И концертировали И записывались У меня мой Замечательный дуэт С моим близким другом детства Вадимом Глузманом С которым мы выступали Это как бы одна часть А другая часть Меня много приглашают На разовые концерты На проекты На какие-то годовые контракты Я записал Несколько очень интересных Дисков И передачи С скрипачкой Валерии Зориной Из Мадрида Профессора Консерватории В Мадриде В общем регулярно Какие-то есть Скажем так Короткосрочные проекты Разовые И долгосрочные проекты Так что все это Как-то перемешивается Ну вот в двух словах Так Ну расскажите Конечно про ваш дуэт С Вадимом Глузманом Потому что вы же с ним Играли в Риге То есть получается Это как раз Ваша и творческая дружба То есть это Не единственная акция Этот концерт Вы знаете Мы с Вадимом Это был Мой первый партнер По камерной музыке Я как сейчас помню 96 Извините 86 год Школа Дарзиня Нас срочно Выдергивают С урока И говорят Что завтра Какое-то Какое-то мероприятие Кто-то приедет Из Москвы Слушать Способных детей Нужно срочно Сыграть вдвоем И мы играем С ним Переложение Романса Глинки Я помню Чудное мгновение Я не знаю кому В принципе идея Это довольно посредственное Это все-таки Произведение вокальное Но кому-то пришла Такая идея в голову Мы должны были И исполнить И как-то мы почувствовали Что это Ну извините за мой жаргон Это прикольно Играть вместе Вот Потом нас судьба Развела По разным странам Вадим уехал в Израиль Потом в Америку А я уехал Сначала в Голландию А потом в Петербург И Общаться В 90-е годы Было трудно Интернет еще Как бы был Не совсем развит Мобильной связи Почти не было И мы встретились Лично Только где-то Году в 2000 И встретились Совершенно случайно В Амстердаме Немного Вместе Помузицировали Просто Вадиму Нужно было Где-то остановиться Между самолетами И вы знаете Как всегда Его величество Случай У меня уже К тому времени Был хороший Камерный Опыт И Оказалось Что мы У нас много Сонат И много произведений Которые мы можем Играть вместе И Мы попробовали И Опять разъехались Еще примерно На полтора года А потом Вадим Мне позвонил И сказал Что его Супруга Ждет ребенка И не мог бы я Заменить ее На концерте В Гамбурге И вот С 2003 года С гамбургского концерта Мы регулярно Играем вместе Вадим играет Со своей Замечательной Супругой Пианисткой Анжелой Йоффе Тоже рижанкой И мы Как бы И сам он тоже рижанин И сам Он приехал Он как и я Переехал Ригу В Ригу В два года И таким образом Наш дуэт Наша дружба Продолжается И как бы С Анжелой Мы большие друзья Тоже И даже иногда Играем вместе В одних концертах То есть получился Какой-то Действительно Очень теплый Хороший Творческий союз Ну вот так Как приятно Дорогие друзья У нас в гостях Камерный исполнитель Пианист Евгений Синайский Вернемся К нашей передаче Культурная среда После небольшой Рекламной паузы Не отключайтесь Будьте с нами Может быть у нас Женя ушел И сегодня Передача без рекламы Такое тоже возможно Я все спрашивала Спрашивала Женя Будет ли у нас реклама Видите Так интересно бывает Вот оказалось Без рекламы Очень хорошо Это значит У нас есть На целых Две минуты Больше И мы можем Продолжить Говорить Евгений Знаете Я хотела вас Спросить Как раз Про камерную музыку Вы говорите Что у вас был Уже большой репертуар И у Вадима И многое совпало Какие произведения Любите больше всего Играть Действительно Камерная музыка Она Всеобъемлющая Вы знаете Ну Я могу сказать Что я очень люблю Из венской классики Играть Бетховена Из немецкой романтики Мне очень близок Шуман, Брамс И Рихард Штраус Я Очень Люблю И так сказать Хотя Французская музыка В ней есть определенные сложности Она для Мне кажется Для русского Исполнительно Более Трудная Чем Скажем Музыка Австро Немецкая Я очень люблю Равелли, Дебюси И Франко Слава Богу У них очень много Камерных сочинений И трио И сонаты И квинтеты Мы можем найти Все что угодно Естественно Я очень люблю Играть русскую музыку Неважно Это русская Дореволюционная музыка Это русская Советская музыка Или русская музыка Последних 20 лет Я хотел бы Больше Играть Или попробовать Сыграть Английской Или американской Музыки Кроме Элгара Мне к сожалению И бриджа Мне ничего не довелось Играть Хотя Хотелось бы Это узнать Побольше Ну Вот Как-то Вот Такой Охват Наверное Я Побоюсь Играть Барочную музыку Потому что Я с огромным Уважением Отношусь К аутентичному Исполнительству И Все что Ту информацию Которую Возможно Получить А слава Богу Сейчас много Информации Я пытаюсь Переварить И Применять ее Ну На какие-то Законы Когда я играю Скажем Того же Моцарта Или Гайдена Но Скажем Чистую Барочную музыку Несмотря на то Что там есть Замечательные Камерные Произведения Я наверное Вот туда Я пока Еще опасаюсь Заходить Скажем так Да Она действительно Совсем другая Опытные Концертмистеры Даже могут Фактически Так же Как вы рассказывали Свой случай В ЦМШ Что За одну ночь Подготовить Произведение А некоторые Даже могут И просто С листа Прочесть Вот есть Какие-то Произведения Которые Невозможно Прочесть Листа И которые Требуют Огромного Количества Времени Фактически Как сольную Программу Подготовить Какая-то Камерная Музыка Вы знаете Скажем так Если вы Опытный Человек Как-то С листа Вы можете Сыграть Ну 90% Сочинений Только Другой вопрос Насколько Это будет Качественно И кому Это вообще Нужно Я прекрасно Помню Что мне пришлось За сутки Выучить Первую часть Санаты Она не совсем Современная Уже Но А тональную Ее сыграть Сходу Практически Невозможно Минимализм Да Как бы А вот Додокафонную Технику Очень трудно Пост Постромантизм Типа Энеску Он Настолько Богато Пишет Извините Просто банально Столько Столько Нот И столько Важных Тем Которые И пластов Которые проходят Вы это просто Не охватите Но Есть какие-то Вещи Которые Вы можете Схватить Довольно Быстро Если это Акомпанементы Классических Концертов Мне приходится Когда я работаю На мастер-классе Довольно Часто Сходу Играть Я не знаю Скрипичный Концерт Гайна Допустим Если вы Понимаете Стиль И что еще Если очень важно Если вы Знаете музыку Хотя вы Ее никогда Не играли В принципе На каком-то Уже приличном Профессиональном Уровне Вы это Сможете Сыграть И помочь Вашему партнеру Как происходит Занятие У камерных Исполнителей То есть Когда Сольный Исполнитель То есть Он действительно Вынужден Ежедневно Заниматься Для того Чтобы Поддерживать Себя в форме Очень новые Произведения Так же Камерные Исполнители Так же Ежедневно Заниматься Или все-таки Это как будто Проще Вы знаете Это только Как будто Проще Я всегда Вспоминаю Слова Рахманинова Который говорил Что если Я не занимаюсь Один день Это чувствую я Если я не занимаюсь Два дня Это чувствуют мои близкие А если не занимаюсь Три дня То это чувствует Публика Это точно Так же Касается Камерной музыки Потому что В принципе Трудности Которые есть В серьезных Сонатах Или в серьезных Трио Или квинтетах Они абсолютно Один в один Сопоставимы С трудностями Фортепианами Я не знаю Труднее ли Фортепианная Трио Чайковского Чем его Первый Фортепианный Концерт Отличие Только одно Что вы играете Концерт Чайковского Традиционно Наизусть Это отличие Есть Потом Если вы Не занимаетесь Вы просто Вы теряете Чуткость К звуку Кроме Технических Вещей А мне кажется Что у Камерных Исполнителей Я тут возьму На себя Такую наглость Заявить У нас Отношение К звуку К звучанию Инструмента К оркестровым Краскам К звуковому Воображению Требование Выше Чем у солистов Но это Мое Мое частное Мнение Да Как С взаимоотношениями С музыкантами Часто Пишут Что например Струнный Квартет Как только Отыграли Или отрепетировали Тут же Отвернулись И не сказав Друг другу До свидания Разошлись То есть Полное Нетерпение И непринятие Друг друга Вот Вы будете играть С человеком Который вам Лично Неприятен Но Например То есть Вот Такой Заказ Или все-таки Всегда выбираете Людей Близких По духу И С кем Просто Дружите Вы понимаете Поскольку Мне Как И как Камерному Исполнителю Как Концертмейстеру Приходится работать В разных Областях И В разных Режимах Скажем Мне Всегда Приходится Сталкиваться С Различными Обстоятельствами Допустим Если Этот концерт Организую Я лично Я естественно Буду играть С теми музыкантами Кто мне близок По духу И Стараться Играть С музыкантами Теми Кто мне Кто мои Друзья Но хотя Это не всегда Важно Мне важно Чтобы этот человек Был интересный Музыкант И Тоже хотел играть Что-то делать Совместно А если Я работаю Концертмейстером На международном Конкурсе Что Мои практики Постоянно Я за последние Два месяца Был официальным Концертмейстером На четырех Международных Конкурсах В четырех Странах То очень часто Как бы Вам выбирать Не приходится Вы Вот у вас есть Скрипач Которым Вы должны Вот завтра Выйти на сцену И сыграть Сонату Виртуозное Произведение И обязательное Произведение И вы должны С ним репетировать И вы должны С ним коммуницировать Так что здесь Понимаете Как бы Как бы я не хотел У меня нету шанса Отказаться Ну в данном случае Да Ну в данном случае Как бы это Немножко разное Вот конкурс Там это действительно Ты выполняешь Свою работу И у тебя нет шанса То есть нравится Не нравится В принципе там Наверное даже не успеваешь Особо познакомиться С человеком Там самое главное Не навредить Да Чтобы Музыкант Смог раскрыться Ему было удобно И в каденциях И во всех этих фразах А вот расскажите О подготовке Вот именно Ваших Сольных программ Когда Вот с тем же Вадимом Гузманом Или с другими Исполнителями Как вы занимаетесь Сколько часов Уходит на время Подготовки И как вы Спорите Не спорите О том Где должна быть Пульминация Если это не очевидно Вот о таких Тонкостях Ну вы знаете Здесь все определяется Просто Сколько Возможно Репетировать Да Я сторонник Того Чтобы Мы репетировали Как можно Больше Но если Очень часто Бывает так Что Допустим Меня приглашают Допустим В Испанию И Я Могу Репетировать Только два дня По Потому что Гостиница Заказана На два дня Или Мой партнер Может Репетировать Только это время И поэтому В принципе Сейчас Достаточно Стандартный График Что У меня Есть возможность Двугневной Репетиции Полноценной То есть Часов по 6 По 7 И день концерта Это На мой взгляд Какой-то Оптимальный вариант Который Помогает В котором Достаточно Качественно Можно Подготовить Программу Сольного концерта Сольный концерт Это два отделения По 45 минут Да Как бы Но бывает К сожалению И хуже Да Сталкиваетесь ли вы С тем Что например Даже вот такие На мой взгляд Конечно С одной стороны Да Два дня По 6 часов Можно сделать Произведение Но все-таки Вот этого Скажем так Альянса Когда вот Одно дыхание Это наверное Не так просто Хотя Я могу ошибаться А вот бывают Такие моменты Что приходится Играть с музыкантами Которые считают А нам будет Достаточно И одного дня Перед концертом У нас будет Два часа Мы с тобой Порепетируем И все Сыграем Не переживай Очень часто Приходится Сталкиваться И к сожалению Знаете Концертмейстер Или камерный музыкант Камерный музыкант Пианист Это человек Который априори Должен уметь Принимать компромиссы Это как дипломат Который Должен уметь Как-то Лавировать В политической ситуации Так и здесь Я единственное Что я как бы Стараюсь Как можно Лучше строить График Как можно Больше убеждать Своих партнеров Если у меня Есть хотя бы Малейшая возможность Как-то переубедить Моего партнера Порепетировать Чуть больше Я всегда буду Идти в эту сторону Вот скажем так Но к сожалению Бывает так Что два часа Перед концертом И пошли играть Очень часто Такое тоже бывает Дорогие друзья У нас в гостях Пианист Камерный исполнитель Педагог Венского Университета музыки Евгений Синайский И вот как раз Евгений Помимо того Что у вас активная Концертная деятельность Исполняете Камерную музыку Также и занимаетесь Преподавательской деятельностью Как легко Совмещать И Как давно Вы преподаете Вы знаете Я начал преподавать С 2002 года В Петербурге В школе Десятилетки При консерватории И Я вам скажу честно Мне было очень страшно Потому что Я должен был Вести Класс Камерной музыки И когда я понял Что я пришел На работу У меня дались Сначала всего Четыре ансамбля Четыре группы И я увидел Четыре группы подростков По 15 лет Которые Все сидят Выжидательные И на тебя смотрят Вот они сейчас Тебе сыграют Трио гайд Допустим И вот Ты начнешь С ними работать И я Будучи Как бы Помня подростковый возраст Я понял Что так сказать Кто-то Кого-то Должен сожрать Да Или наоборот Должен установиться Какой-то паритет Мне очень повезло Мне удалось Найти какое-то Понимание у студентов И Многие мои первые студенты Это Мои нынешние друзья И мои коллеги И вы знаете После петербургской Десятилетки Как-то все стало развиваться Я переехал в Вену Получил Профессуру Камерной музыки Там Я параллельно Получил работу Как доцент В Германии В университете Фолькванга В Эссене Где у меня Очень интересная Программа Я готовлю Или дуэты Или концертмейстеров Инструменталистов И вы знаете Как-то поскольку Ребята уже в университете Все взрослые Можно найти Какой-то график Когда Ты Отдаешь Те часы Которые ты должен отдать Которые ты хочешь отдать И какую-то свою Творческую Тоже деятельность В принципе За Значит Получается 20 лет работы У меня Тьфу-тьфу-тьфу Не было ни разу проблем Каких-то Недопонимания По поводу Графика моего Преподавательского И исполнительского Ну как-то так Очень часто говорят О различии Менталитета Европейцев И россиян И Насколько Это действительно так Вот как Чем отличается Преподавание Для венских Студентов И там наверное Другие международные Студенты И Вы преподавали В России Вы знаете Мне кажется Что во-первых Сейчас Русские студенты Стали намного Более похожи На европейских Молодое поколение Вообще В принципе Почти не Отличается И вы знаете Я могу сказать Что я Почти Не делю Это студенты Российские Или Из бывшего Советского Союза Или это Студенты Западные Есть Процент Примерно Одинаковый Ленивых Студентов Есть Процент Студентов Которые Как бы С таким Обыкновенным Интересом Относятся И есть Небольшая Прослойка Студентов Которым Горят Скажем Концертмейстерством Или камерным Исполнительством И Вот вы знаете Если взять Скучные цифры То Цифры Примерно Одинаковые Единственное Что на Российских Студентов На ленивых Наверное Можно чуть Больше Давить На Западных Студентов Их скорее Лучше Просто Оставить В покое Потому что Вряд ли Ты чего-то Добьешься А Они Могут Более Недовольны Но В принципе Я принципиальной Разницы Не вижу И для меня Преподавание В Петербурге Или Преподавание В Вене Оно Практически Ничем Не отличается Многие Русские Музыканты Подчеркивают Которые Обучались Европе Подчеркивают Что Именно В европейских Университетах И консерваториях Почти Отсутствует Русский Репертуар Правда Ли Это Или Вы Как Русский Пианист Пытаетесь Самобольно Включать Русскую музыку В репертуар И включаете Вы Вы Знаете Это Правда Дело В том Что Здесь Получается Очень Интересная Картина Те Зарубежные Студенты То есть Например Студенты Россияне Японцы Ребята Из Америки Или Ребята Из Южной Америки Которые Приезжают Учиться В Вену Они Прежде всего Хотят Понять Стиль Венской И Нововенской Классики Их Интересует Музыка Скажем так Немецкоязычного Пространства И Скорее Это Даже Их Желание Моцарт Гайден Витховен Штраус Тот же Дворжик Который Практически Принадлежит К Австрийской Империи Но Дальше Начинается Вопрос Подготовки Студентам К конкурсам Или Каким-то Концертам Или Каким-то Проектам И вот Тут Поскольку Я лично В университете В Вене Я стараюсь Связывать Какие-то Русские Институты Например Русский Дом Науки И культуры То мы Там Всегда Ведем Какие-то Проекты Для студентов Где У них Есть шанс Играть Русскую Музыку Так что В принципе Удается Сохранять Какой-то Баланс Но Естественно Музыка Немецко-австрийская Она Чуть больше Превалирует К сожалению Наша Передача Подходит К концу Дорогие Друзья У нас В гостях Пианист Камерный Исполнитель Профессор Венской Академии Венского Университета Музыки Евгений Синайский И вот Самый Последний Вопрос Евгений Какое Ваше Любимое Произведение Из камерной Музыки И вот Чтобы Именно Его Послушали Сейчас Слушатели После Нашего Эфира Вы знаете Это Меняется Прямо Что в голову Пришло Вот то Что мне Пришло В голову То что Я только Что Играл В риге Соната Франко Соната Скрипичная Соната Франко Дорогие Друзья На латвийском Радио Должна быть Живая Запись Концерта Нашего С Вадимом Если потом Удастся Ее включить Будет здорово Да Дорогие Друзья Переходите Можно перейти На ссылку Радио Классика ЛР3 И там Будет запись Нашего Сегодняшнего Госта Евгения Синайского С Вадимом Глузманом И так же Я еще рекомендую Послушать Эту сонату В версии С виолончелью Выдающийся Российский Виолончелист Александр Князев Ее также Играет в приложении Это какая-то Божественная музыка Я обожаю Франко Обожаю Органного Франко И Камерного И вот я думаю Что в эту пандемию Как раз Это скрасит Наше Существование Евгения Благодарю За очень Интересную Беседу До новых встреч Очень надеюсь Все-таки Лично познакомиться Взаимно Тоже очень надеюсь Берегите себя Всем всего доброго До свидания Дорогие друзья Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова